Площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям стал 14-й лицей. Материальная база школы позволила обеспечить каждого участника собственным 3D-принтером. Подобная Олимпиада проходит в нашей области впервые. Это стало возможным благодаря соглашению, которое лицей подписал с Ассоциацией 3D-образования в прошлом году. У нас 16 команд. Изначально было зарегистрировано немножко больше, но, к сожалению, не у всех получилось приехать. Сегодня у нас здесь представлен город Тамбов и город Кирсанов. Задания у ребят все связаны с умной школой. Это значит, что команды должны смоделировать определенный механизм по заданным параметрам. Марк и Михаил – девятиклассники 14-го лицея. Ребята не первый год занимаются прототипированием и моделированием. На этот раз им предстоит разработать умный кондиционер. По задумке это будет целый робот, который будет следить за содержанием углекислого газа в помещении, контролировать влажность и перемещаться между классами школы. Мы сразу решили сделать его подвижными, и там могут напечататься поддержки внутри. Но чтобы это измежать, мы сделали его конической формой. Колесо выбрали, потому что его проще всего сделать из остальных подвижных частей. Конечно, систему климат-контроля на 3D-принтере не напечатать, но колеса вполне себе возможно. После того, как участники Олимпиады смоделировали каждую деталь будущего механизма, чертежи загружаются в принтер. Аппарат слой за слоем наносит пластик на поверхность, и прямо на глазах рождается задуманная школьниками конструкция. Виталик и Глеб – единственные участники Олимпиады не из Тамбова. Ребята учатся в 6-м классе школы Кирсанова и занимаются моделированием факультативно с начала этого учебного года. У нас там есть один принтер, у нас есть специальная комната для этого, называется «Точка роста». Туда после всех уроков мы идем и уже начинаем там заниматься. Сейчас у нас было задание по Олимпиаде сделать робота, который поможет мир, земле, экологии. То есть будут сам ехать, собирать там мусор и все такое. На выполнение Олимпиадных заданий участникам дали два дня. В этом кабинете свои работы заканчивают те, кто выбрал направление 3D-арта. Это более творческая и свободная номинация испытаний. Свои проекты школьники смоделировали и исполнили 3D-ручкой. 3D-ручка работает по принципу клеевого карандаша. Вот такая вот пластмассовая нить заправляется в ручку, там она разогревается и становится своеобразными чернилами. Ну а дальше все зависит только от фантазии рисующего. Вот здесь килограмм пластика и сегодня на Олимпиаде зеленый пользуется особенным спросом. Зеленым ребята нарисовали поверженные танки, цветущие полянки сказочного леса и подножия громадного вулкана. Работа эта, конечно, более творческая, но при этом не менее сложная. Сначала эскиз рисуется карандашом на плоскости, а уже потом детали обретают объем. Для этого нужно нарисовать каждую плоскость фигуры отдельно. Финал Всероссийской Олимпиады пройдет этой весной в Анапе. Павел Юрасов, Николай Иванов, Область новостей.